Задачу бороться за какое-то конкретное место перед барнаульскими волейболистками обычно не ставят, однако и просто отбывать номер они не намерены. Сезон новый, проблемы старые. Так чего же ждать от флагмана женского волейбола на Алтае? Это у поражения одна причина трусость, совсем другое дело победа. Вот у нее слагаемых много. Чтобы была сыгранность на площадке, чтобы каждый отвечал не только за себя, а помогал, как-то содействовал друг другу. Ну, взаимопонимание. А медали? Ну, конечно, медали в первую очередь. Главное не победа, главное участие. Но победа тоже была. Главная волейбольная команда «Края» к очередному сезону подходит, как обычно, с ворохом проблем, прекрасно знакомых как тренерскому составу, так и болельщикам. Кто-то закончил, кто-то взял паузу. Вот и пришлось в этом году опять нам, как говорится, начинать с нуля искать игроков. И до сих пор мы, по-моему, не закрыли еще несколько позиций. Не скажу, что она не укомплектована, но есть позиции, которые можно было гораздо усилить, да, в течение межсезонья. Игрыки ушли основные, вот, с основных позиций. Их замену полноценную мы не смогли найти. Но причин на это много. Первая и основная – деньги. Их, как известно, никогда много не бывает. Впрочем, на Алтае игровики, отродясь, хорошо не жили. Поэтому рекламный слоган «Ставьте перед собой реальные цели» как нельзя лучше отображает все, что связано с мотивацией. Скорее всего, будет очень тяжело играть в этом году, потому что все команды, мы, наоборот, как бы ослабли, а все команды усилились. И до одного, в том числе и Чита, и Иркутск, и Куйбышев, и Сахалин, естественно, на уровне остался. Сложности только у Приморочки пока, неясности по игрокам. И вот как бы мы, вот две команды, я считаю, что мы, наверное, не будем бороться за высокие места, скорее всего. Если нам не удастся усилить. У нас есть, конечно, такие мысли и планы на усиление. Но пока я делиться не буду ими. Как если получится, то, естественно, мы дадим информацию. Для Софии Липатниковой этот сезон в составе главной волейбольной команды «Края» уже третий. Чувствуется, что как-то больше опыта, чуть-чуть девочки. Первый раз вот были сейчас на Кубке Сибири, нервничали. Много чего не получалось. Чуть-чуть повереннее себя чувствую, чем они. В этом плане Нелли Левина вообще спокойна, как танк. Четыре года назад она уже выходила на площадку в составе главной команды «Края». Потом были несколько сезонов в Воронеже и Омске. Кроме того, быть капитаном не каждому дано. Это не должность и не привилегия. Это прежде всего ответственность и опыт. Можно сказать, ты берешь на себя все ответственность за команду. И где-то помогаешь, подсказываешь. Где-то настраиваешь команду перед игрой, после игры, во время игры подсказываешь что-то. Ну, как-то такие ответственные моменты. Она сам по себе спортсмен уже опытный, поиграла в хороших командах, знает, что такое. Пытается девочек к этому привлечь, научить, где-то подсказать. Порой бывает это жестковато, но ничего так, спорт – это и спорт. Так, сейчас смотрите, что делаем. Когда игрок получает травму, по идее, после восстановления он должен начать осторожничать, беречься. И уж точно не играть на пределе возможностей. Но это только по идее. Я не умею, например, себя беречь. То есть, ну, нужно бежать там, да, до баннера, нужно с ним еще к нему упасть, его сбить там, да. Вот. Ну, нет, не получается так. Может быть, у каких-то игроков есть, да, такое, что ты играешь там в полсилы, где-то там бережешь себя, где-то там не упадешь. Но по своему личному опыту скажу, что, ну, без спорта, блин, в спорте, точнее, жалеть себя, это даже можно сказать, что ты, мне кажется, не спортсмен. Игры в Куйбышеве, где команда сибирской группировки наигрывали составы в рамках кубковых баталий, показали легкой прогулки, точно не ожидается. И хотя календарных игр еще не было, предположить, каким будет этот сезон, уже можно. Думаю, ярким, эмоциональным, очень такой напряженным, мне кажется, первое время. Трудным. Да, трудным. Но, думаю, мы справимся. Есть над чем работать. Не хватает и приема, не хватает атаки, не хватает блока. Ну, без этой работы не было бы команды, да, надо ее создавать. Поэтому в этом году мы создаем ее с нуля. В этом сезоне, мне кажется, уже перед всеми стояла задача, то, что нужно войти в тройку, потому что третьи места теперь тоже в финал выходят, стало полегче. И думаю, то, что справимся с этой задачей, а хочется выйти в финал. Задача каждый сезон одна и та же, да, сыграть на победу. То есть это в первую очередь, да, я ставлю всегда минимальные задачи на начальном этапе. То есть не запрыгиваю наперед, чтобы выиграть чемпионат, там, да, вот, по крупицам. То есть приезжаем на тур, выигрываем соперника одного, ставим на него задачу следующего и так далее. Добавлю, что в рамках первенства страны сибирские команды встретятся уже очень скоро. 10 октября в Южно-Сахалинске стартует первый тур.